Добрый день, уважаемые коллеги. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов этого замечательного конгресса за честь и возможность представить вашему вниманию данный доклад. Это результаты практически 20-летней работы. И сейчас то, что мы делали, то, что мы собирали в течение прошлых 20 лет, реализуется в виде вот таких коротких докладов. К сожалению, зарубежные исследователи редко обращают внимание на территорию Приморского края в призме монетарной политики средневековых государств, а отечественных исследований для невосточной нумизматики пока крайне мало, поэтому работа коллег с проекта Зино, она чрезвычайно важна, и ее невозможно переоценить. Огромное спасибо за то, что вы есть. Почему исследование нумизматического материала Приморья необходимо? Это автономный регион на границе ключевых для Тихоокеанского мира культур. Он сохранял собственную государственность на протяжении почти шести веков. Населявшие его народы успешно развивались рядом и в составе становившихся и угасавших империй. Приморья – это идеальная площадка для изучения средневекового фронтира, в том числе и через призму нумизматики. Территория Приморского края издавна привлекала внимание соседних государств, однако холодный сырой климат прибрежных районов, изнуряющая жара долин, дикая тайга и воинственные местные жители племена Махэ препятствовали этой экспансии и первым известным нам государственным образованием, действительно освоившим значительную часть территории, а не просто включавшим ее в свои границы. Принято считать королевство Бахай – это конец VII, ну и просуществовало оно до конца первой четверти X века, объединившее несколько этносов. Данное государство успешно противостояло экспансии танцкой династии, а позже попало под ее культурное влияние, ну и по сей день причины ее упадка, как это происходило конкретно, они вызывают достаточно бурную дискуссию, в том числе и международную, разных стран, разные позиции. Одно практически очевидно. Местность, где ее основатель Дауи укрепился и основал свое государство, находилась в бассейне реки Туманная, а не севернее, как полагали ранее, а это самая граница с Кореей и Китаем, Хасанский район Приморского края, и именно там расположено Краскинское городище, о котором мы упомянем чуть позже. Государство Бахай просуществовало 128 лет и было покорено империей Ляо, население региона попало в вассальную зависимость к киданиям. И, кстати, о льозской монетарной политике известно чуть больше. У киданий, по крайней мере, была самостоятельная отливка монет, в отличие от Бахаи, но это уже доклад коллег несколько позже. Впрочем, о сколь-либо значимом присутствии киданьского монетного материала в Приморье говорить не приходится. Подлинное изобилие монет династии Тан, Сун и Цзинь, конечно, приходит с периодом существования Анчунь-Гурунь, государства Джорджини, Золотой империи. Ну и многие приморские археологи, коллеги, приписывают это периоду существования провинции Хулигай-полуанклава Донджен, восточная ося. А это уже у нас начало 13-го, можно сказать, первая четверть до 1234 года 13-го века. Она была создана под монгольским патронажем цинским военачальником Пусяням в войну, и датировать каждое поселение, где находят дзиньские монеты, именно автономным периодом восточной ося, мы считаем некорректным, поэтому мы говорим об общем времени дзинь-восточной ося. Гипотеза о монгольских военных поселениях и гарнизонах в Приморье высказывалась часто, но пока нет никаких материальных свидетельств, что это было действительно так, нет ни одного монгольского артефакта, гарантированного монгольского, найденного на территории Приморья. Таким образом, нас интересует период с конца 7-го по середину 13-го века. Но так как мы знаем, что процесс научного познания – это череда простых фактов, факт находок средневековых монет на территории Приморья, он не вызывает вопросов. Однако, когда речь заходит о природе торговли между жителями региона и соседями, о внутреннем обмене, нам не ясен ни характер товарно-денежных отношений, ни ценовая политика. Письменные источники о деталях такой торговли нам неизвестны, есть только источники, констатирующие сам факт, что торговля с этим регионом была. И, собирая и обрабатывая материалы на зонатических находках средневековых монет в Приморье, мы делаем предположение о том, что находимые на территории края монеты использовались именно в качестве денежной массы в период дзынь восточной ося. Но как понять разницу между наличием и отсутствием монетарной политики в регионе? Очевидно, по наличию и приросту монетной массы среди находок и также по неким объективным индикаторам объему, разнообразию монетной массы и для большей валидности исследований по какой-нибудь конкретной монете, которая могла бы быть индикатором, неким признаком, присутствовавшим в регионе во всех временных периодах. И для большей надежности и глубины исследования было бы неплохо, если бы мы эту монету могли как-то географически привязать к месту ее производства, перед тем, как констатировать факт, что она была найдена в каком-то районе Приморского края. Ну и тут действительно все это делает Каюань Тунбао практически идеальным кандидатом. Монеты предшествующих династий не редкость в Приморье. После 621 года их обращение в Танцкие империи было ограничено и даже запрещено. Поэтому неудивительно, что какое-то их количество оказалось на фронтире. Монеты в 5 шу достаточно часто находят вместе с монетами дзынь. Скорее всего, они попали на территорию провинции Хулигай вместе с основной денежной массой. Особняком стоит обломанная монета в 25 шу из окрестностей Новонежина, ну и несколько банлянов, также найденные на территории Приморского края. Системного присутствия этих монет в Приморье не зафиксировано. Они встречаются значительно чаще монет Ляо, но гораздо реже монет Тан. И, собственно говоря, и переходим к нашему основному герою. Начало отливки Ка-Юань в Танском государстве принято относить к 621 году или к 4-му году РУД, правления императора Гао-Дзу. И нельзя сказать, что эта монета была уникальна во всем. То есть практически каждая ее черта была заимствована у предшественниц. Однако именно комбинация технологичности производства, обработки отливки, контроля качества, обозначение, собственно, платежного средства на монете и указание на период отливки плюс четкая весовая норма сделали Ка-Юань золотым сечением азиатской нумизматики на полторы тысячи лет. Ну а радикальная неприязнь к буддистам со стороны императора Удзу, наставшая в 845 году причиной появления хуйчаньских Ка-Юаней, дала нам еще и необходимый географический маркер. На реверсе был помещен иероглиф, обозначавший монетный двор. Да, на данный момент все еще идут дискуссии по поводу локализации конкретных иероглифов, связи конкретных иероглифов и локализации монетных дворов. Но как бы по основным такая локализация уже существует. Поэтому именно Ка-Юань Тунбао была той монетой, которая в Танском Китае позволила совершить переход от товарных к товарно-денежным отношениям и начать выплачивать, кстати, зарплату чиновникам в монетах, а не в виде товаров и услуг. Ну и на нашей территории она стала таким хорошим индикатором прироста денежной массы. Поэтому вернемся в Приморье. Конец 7-го, начало 8-го века. Округ Янь, государство Бахаи на территории Приморского края. Это сотни населенных пунктов, жилых мест от одиночных усадеб, храмовых комплексов, крестьянских поселений из двух-трех домов до полноценных городов. Возьмем, к примеру, один из самых известных. Это седневековый город Яньчжоу, ассоциирующийся сейчас с Краскинским городищем. Торговый порт, многочисленные находки морской инфраструктуры, якорей на дне в районе порта, достаточно развитая городская инфраструктура, находки предметов быта и на все 12 гектар одна монета Танского государства. Один Каюань-Тунбао среднего периода отливки. Что можно сказать? Да, конечно, городище раскопано не до конца, еще предстоит достаточно много работы, но на аналогичных памятниках, к примеру, Дзиньского периода находят сотни монет, а на бахайском памятнике была найдена одна монета. И это типичная ситуация для бахайских памятников. Можно сказать, и действительно подобные предположения высказываются, что основным денежным эквивалентом были золото и серебро, Татарников провел замечательную работу, они даже нашли средневековые выработки этих металлов, но, тем не менее, свидетельств о значительных объемах вывоза драгоценных металлов с территории Приморья письменных свидетельств также пока еще нет. Поэтому монеты были в основном диковинками, возможно, амулетами, некими свидетельствами путешествий бахайцев, но точно не играли своей денежной роли. Поэтому, согласимся с Евгением Ивановичем Гельман, бахайцы не использовали монеты в качестве платежного средства, не выработали собственной монетарной политики и не успели развить экономику, способную противостоять внешнему давлению империаля. Не изменилась ситуация в период вассальных отношений с киданиями. Если сопоставить число находок львовских монет с количеством ка-юанью бахай, соотношение будет в пользу последних. Ситуация коренным образом меняется с укреплением племенного союза Джурджини и образованиями собственного государства в 1115 году. По странной иронии, ровно 900 лет спустя, в 2015 году, на поле около села Покровка Приморского края местные жители в ходе полевых работ обнаружили распашку монет с квадратными отверстиями. Общая численность собранных монет с их слов достигала 4000. Там были как монеты малого достоинства, сяопины, так и более крупные. Монеты дарили, использовали в хозяйстве в качестве шайб, сдавали вместе с металлоломом. Когда мы в 1919 году узнали об этом кладе, нам удалось добраться только до 767 монет из этого клада, которые мы назвали Покровская распашка, потому что это очень печальная история на самом деле. Данный комплекс содержал монеты Тан, Северный Сун, одну монету Цзинь, Джан Лунь Юань Бао. Даже несмотря на неполноту комплекса, можно оценить долю танского монетного материала. Это 6,5%, почти 7% от общего числа. Если посмотреть на династийный анализ, вот там, к сожалению, моя голова занимает как раз ту позицию, где подчеркнут Кай Юань Тунь Бао. Но, поверьте, Кай Юань занимают четкую позицию одного из Нянь Хао, одного из выпусков династии Северная Сун. То есть, это такая же полноценная доля монетного оборота. Этот клад по доле, по долевому распределению практически сопоставим, например, с найденным в 2010 году Дзинь Аня кладом в 432 монеты, из которых 411 были периода Северной Сун, 21 Кай Юань Тунь Бао. Ну и включенная в состав Покровской распашки монета Джуржений означает, что данный массив, по крайней мере, та доля, которая нам досталась, была сформирована как минимум после 1158 года нашей эры, но в действительности гораздо позже. Основные монеты, которые были в обращении на территории Приморского края, я имею в виду джуржинские монеты, это Дадин Тунь Бао. По описаниям, которые мы предъявляли, нам говорят, что да, такие монеты в составе были, но, извините, ничего не осталось. Поэтому можно сказать, что можно предположить, что данный клад был сформирован где-то в начале XIII века. И это, по имеющейся у нас информации, не единственный крупный монетный клад, найденный в Приморье за последние 10 лет. Это лишь то, что нам удалось заполучить. Есть информация о достаточно крупном кладе в 8000 монет, но, к сожалению, до него добраться нам пока не удается. Но, по скромным оценкам, в течение года на полях Приморского края в ходе сельхозработ, при раскопках археологических памятников, при размыве рек находят более тысячи средневековых монет ежегодно. Причем, тысяча – это очень скромный оценок. Учитывая объемы находок, относящиеся к периоду Цзинь-Восточной Ося, можно сделать предположение о существовании как минимум смешанной товарно-монетной торговли на территории Приморья и притоке монетного материала из центральных районов Цзинь-Исун. Кстати, нам известны многочисленные находки южно-суньских монет, о которых мы обязательно когда-нибудь расскажем. То есть, и регионы, оставшиеся под контролем династии Сун, скорее всего, участвовали в торговом обороте, и их монеты тоже приходили на территорию Приморья. Откуда пришли все эти монеты в Приморье? Здесь нам опять поможет Кай Юань Тунбао. Как отмечает монеты периода Хуйчань, а это 845-846 год отливки, причем по имеющимся письменным свидетельствам после окончания правления предыдущего императора какая-то часть этих монет была изъята и переплавлена обратно в буддийские статуи и святыни. То есть, не такое большое количество монет находилось в обращении. Так вот, хуйчаньские монеты в основном обращались в тех регионах, где они были изготовлены и встречаются на примере клада из Динчжоу в среднем в 30-35 раз реже обычных Кай Юань. По нашим наблюдениям среди находок Приморья, один хуйчаньский Кай Юань встречается в среднем на 50-70 обычных. И полученные нами за 15 лет сборов материалы по монетам темноэтового типа, сразу скажу, самих монет больше, но на многих из них иероглифы на реверсе просто неидентифицируемы. Монеты отвратительного качества отливки не идут ни в какое сравнение с классическими Кай Юанями, которые исполнялись под строгим контролем. Здесь на местах их отливали как могли. Так вот, за 15 лет мы смогли сопоставить места производства и места находок. Для того, чтобы не вступать в какую-то дискуссию по расположению монетных дворов, это не наша компетенция, мы воспользовались схемой, которую предлагает Дэвид Картрин. Основная масса монет периода Хуйчань, появившаяся в Приморье во времена Цзинь, Восточная Ся, происходит из провинции Китая Хубэй, Ханань, Цзинь, Суи, Шэнси. Это иероглифы Хон, Сянь, Синлю и другие. Мы не знаем, при каких обстоятельствах были получены эти монеты. Возможно, часть пришла в результате торговли, часть просто как необычные диковинки издалека, но основной массив, видимо, с беженцами Слеводуньского полуострова во время формирования государства Восточная Ся. Но маршрут движения предполагал проход через все Цзиньское государство и общий массив монетарных находок на территории Приморского края, относящихся к этому периоду, он достаточно впечатляет. Следует также упомянуть другие выпуски монет Танской династии, встречающиеся в Приморье, но не игравшие какую-либо заметную роль в обращении. Нам известен один случай находки монеты Каюани с серебра, но это скорее памятная или донативная монета. Возможно, изготовленный позже амулет, там достаточно трудно сказать. Монета была выполнена с некоторыми нарушениями технологии, поэтому, возможно, это амулет, сделанный позже. И, соответственно, в окрестностях Кананевского городища была найдена монета Шунтьянь-Юань-Бао, соратника Кань-Лу-Шаня. На первой странице презентации вот как раз она была изображена. Монета Шишемина, скорее всего, она использовалась в качестве личной или семейной реликвии или амулета, о чем говорит добавленное позже отверстие со следами ношения. Там при хорошем приближении видна проточка верхней части отверстия и трещина. Монету носили, видимо, много лет. Достаточно регулярно встречаются монеты Цянь-Юань-Жань-Бао в соотношении приблизительно 1 к 20 ка-юаням. Также известны единичные случаи находки монет Дали-Юань-Бао и Цянь-Жун-Тун-Бао на северной границе Приморского края и Нанайского района Хабаровского края. Таким образом, оборот монет Танской династии на территории Приморья происходил в период существования государства Цзинь-Восточная Ся, по нашему мнению, и был в основном представлен именно монетой Ка-Юань-Тунь-Бао. Я как бы прошу разрешения не озвучивать выводы, тем более, что они уже прозвучали в ходе доклада. И хотелось бы добавить, что, к сожалению, при подготовке молодых специалистов, молодых историков у нас в Приморском крае очень мало используется нумизматика в качестве прикладной дисциплины. Я надеюсь, что со временем подобные мероприятия позволят расширить спектр применения нумизматики как одного из образовательных ресурсов, ну и исследовательских также. Большое спасибо, коллеги.